Добрый вечер! В эфире Химкинское телевидение. Сегодня мы поговорим о развитии и поддержке малого бизнеса в городском округе Химки, о работе Химкинской торгово-промышленной палаты и муниципального бюджетного учреждения «Малый бизнес Химки». У нас в гостях Дмитрий Левитин, вице-президент Химкинской торгово-промышленной палаты и Александр Свириченков, директор муниципального бюджетного учреждения «Малый бизнес Химки». Здравствуйте! Добрый вечер! Напоминаю зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны прямого эфира 575-94-94 и 572-66-28, код города 495. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы нашим гостям. Дмитрий Сергеевич, в послании губернатора Андрея Воробьева от 3 февраля говорится о том, что доля малого бизнеса в общем объеме экономики региона составляет 21%, а необходимо по посланию 40%. Какова эта доля в Химках? Сколько это сотни тысяч малых предприятий? Каков этот процент у нас? Ну, на сегодняшний момент показатель довольно-таки у нас неплохой. У нас показатели 17,5% и у нас порядка 6 тысяч малых предприятий. Понятно, что в 2015 году показатели поставлены задачей губернатором и нужно их повышать, но тем не менее мы думаем, что показателю 20-25% мы будем приближаться. Все будет зависеть от тех антикризисных мер, которые примем в ближайшее время правительство Московской области и в том числе администрации городского округа. 20-25% вы планируете приближение к этим показателям за какой срок или к какому сроку? Ну, вы знаете, такие показатели возможно достичь в течение где-то ориентировочно двух лет. Давайте все-таки смотреть правде в глаза, да? Почему? Потому что открыть новое предприятие сегодня не каждый может. Конечно, открыть его можно, но нужно понимать, чтобы оно было рентабельным и к сегодняшним условиям было готово. Тем проблемам, которые возникли у предпринимателей, к сбыту, которые они не могут сегодня наладить в каких-то направлениях. Поэтому будем смотреть. Значит, в течение двух лет это в сложных экономических условиях, как сейчас принято выражаться, попросту говоря, в условиях кризиса. Вы знаете, наверное, хотелось бы отметить, что буквально несколько дней назад создан совет по развитию предпринимательства в городском округе Химки. И его возглавляет Владимир Витальевич Слепцов, руководитель администрации городского округа Химки. В 20-х числах будет одно из первых заседаний. Я думаю, что Владимир Витальевич поставит определенные задачи. И тогда уже мы будем обсуждать, как говорится, кто и в какие сроки будет увеличивать количество предприятий. И сохранять в том числе рабочие места на тех предприятиях, которые сегодня работают. Опять же, ссылаясь на послание губернатора о том, что должны быть начинающим бизнесменам-предпринимателям обеспечены полноценные каникулы по налогам и сборам. Есть такая формулировка в послании. Пожалуйста, разъясните ее конкретнее для всех тех, кто нас сейчас смотрит. Могу пояснить следующее, что буквально 3 февраля правительство Московской области рассматривало законопроект о том, чтобы социальная, научная и производственная сфера, те индивидуальные предприниматели, которые вновь впервые зарегистрированы, имели некие льготы, то есть нулевую ставку по упрощенной системе налогообложения. На сегодняшний момент этот документ подготовлен и отправлен в Московскую областную думу. И поэтому более конкретику можно будет только сказать после заседания Московской областной думы. Александр Владимирович, давайте поговорим о создании единого центра поддержки предпринимательства. Я знаю, что такая структура создана в нашем городском облаке и расположена она, кстати, там же, насколько я знаю, где расположены и ваши структуры на улице Мельникова. Что это такое единый центр и каковы его задачи? Совершенно верно вы сказали. Мы находимся совместно с торгово-промышленной палатой. Единый центр поддержки предпринимательства. Это инновационная разработка, грубо говоря, администрации городского округа Химки. Это пилотный проект, он успешно реализован. На данный момент на территории Московской области таких проектов нет. Это инновация для городского округа Химки. И он включает в себя как муниципальное бюджетное учреждение малой бизнес Химки, так и торгово-промышленную палату городского округа Химки. Также туда входит третейский суд. И недавно туда вошла общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей. То есть предприниматель, грубо говоря, приходит в наше учреждение и получает полный спектр всех услуг. Начиная от юридических, заканчивая получением финансовой поддержки, либо оказанием содействия в получении кредитных средств в банках. Я хочу еще уточнить ваши слова. Значит, этот проект, как вы сказали, создан впервые в области. То есть это инновация не только для городского округа Химки. Это областная инновация. И, наверное, другие районы, городские округа области будут смотреть на работу нашего единого центра. На то, какие результаты он будет получать. Но, конечно, мы все надеемся и рассчитываем на то, что результаты работы этой общей структуры будут успешными. Дмитрий Сергеевич, какие услуги оказывает Химкинская торгово-промышленная палата предпринимателям? Вы знаете, на сегодняшний момент наши услуги с помощью того, что создан единый центр по поддержке предпринимательства, они довольно-таки теперь стали льготными для предпринимателей. Вот о чем еще не сказал Александр Владимирович, наверное, о плюсах создания единого центра по поддержке предпринимательства. Давайте поймем, что если ранее предприниматель приходил в торгово-промышленную палату и хотел получить определенную консультацию, ему нужно было заплатить деньги за проведение консультации. Да, эта цена была ниже, чем средняя цена по городу на такие услуги, но, тем не менее, взымалась плата. На сегодняшний момент за счет того, что есть работа малого бизнеса в Химке и выделяются определенные деньги из бюджета на зарплату сотрудникам, эти услуги оказываются бесплатно. То есть вы поймите, какая на сегодняшний момент эта помощь. Если предприниматель пришел, ему необходимо сделать какое-либо заключение, дать консультацию, а у нас довольно-таки профессиональные сотрудники уже с значительным опытом сидят, работают, и это оказывается бесплатно. Это очень неплохо для предпринимателя сегодня. То, на чем сейчас мы работаем и думаю, что на ближайший совет также будет вынесен вопрос, связанный с тем, чтобы ускорять вопросы, связанные с получением определенных справок из налоговой инспекции, выпуска из ЕГРОЕЛ, об отсутствии задолженности по налогам и сборам. Почему? Мы видели уже эти проблемы в течение нескольких лет, когда предприниматель обращается до участия в конкурсе, к примеру, на получение субсидий и ждет эти справки по какой-либо причине. Я не сказал, что сотрудники налоговой инспекции виноваты в этом. А, допустим, у него есть задолженность в 1 рубль, 1,5 рубля, какая-то пение образовалась, и ему необходимо заново все подавать. А есть тоже определенный регламент у налоговой инспекции, допустим, 10 дней. А тут уже времени совсем мало. Поэтому, если брать юридические услуги, финансовые услуги, на сегодняшний момент, это и услуги оценки, это сертификация, это информационные услуги. То есть, все это работает. Уже видим сейчас, что предпринимателей с каждым днем все больше и больше. Буквально вчера провели уже совместный первый семинар по оптимизации бизнеса. Неплохие результаты. Видим, что предприниматели интересуются, какая же тематика следующего семинара, каков план этих семинаров. И хотелось бы, пользуясь случаем, сказать, что вся информация у нас размещена на делом портале городского округа Химки. Она нам вообще доступна. И в ближайшее время мы даже сделаем некий опрос, для того, чтобы понять, какая тематика сегодня интересна предпринимателю. Вот Александр Владимирович упомянул общественную приемную уполномоченного по защите предпринимателей. Давайте посмотрим видеоматериал нашей съемочной группы как раз об открытии этой общественной приемной. Химки – один из самых бизнесоактивных районов области. Поэтому для предпринимателей администрация города старается создать максимально благоприятные условия для развития. На одной площадке объединены торгово-промышленная палата и МБУ «Малый бизнес Химки». Теперь открылась и общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области в городском округе Химки. Вы знаете, то, что она открывается у нас сегодня в городе, для нас это честь, во-первых. Во-вторых, это нам необходимо. Сегодня мы работаем с малым бизнесом, с предпринимателями, для того, чтобы город развивался. Мы понимаем, что большое количество людей именно занимается малым бизнесом. Поэтому для того, чтобы они могли в онлайне работать, получать информацию, получать какую-либо помощь. То, что вы совместили здесь все структурные подразделения и общественные, и муниципальные, которые занимаются проблемой малого и среднего бизнеса, вот видите, в этом есть и какая-то новация. Не надо сегодня предпринимателю ходить по всему городу, или по большому, или по малому кругу. Он может решить и все вопросы. В рамках открытия состоялся круглый стол, где все желающие смогли задать вопросы специалистам. Надеемся на то, что максимальное количество предпринимателей смогут обратиться к нам и получить финансовую поддержку уже к концу этого года. Программа подразумевает собой выплату по лизингам, по процентным ставкам по кредитам и на модернизацию производства. Также мы направляем предпринимателей для участия в конкурсах, которые проводятся в области и на федерации. То есть отдельно могут предприниматели получить целевое финансирование прямо за счет средств федерального бюджета. Александр Владимирович, общественная приемная начала свою работу. Работает она недолго, но работает. Каковы впечатления ваши? Вы же все находитесь, по сути, в едином центре. Вот эта новая структура внутри общей структуры. Как она работает? Люди идут, пользуются ею, доверяют ей. Она активно пользуется. Уполномочена по защите прав предпринимателей Владимиру Александровичу Головневу. Она была отмечена. Отмечено само открытие этой приемной как одно из лучших. Поэтому работа у нас уже налажена. У нас сидят работают юристов. Она отхватывает не только городскую округу, но и ударную предпринимателей из Долгопродного и Лобни. Поэтому она является межрайонной. Охватывает три района. Вот это очень полезная информация. И еще я хочу показать вам сюжет, также снятый нашей съемочной группой, о том, какая помощь оказывается предпринимателям городского округа Химкин, и МГУ Малой Бизнес Химки, и Химкинской торгово-промышленной палаты. Под веселые мелодии двухлетние малыши учат алфавит. Это не детский сад, а развивающий центр «Бэйби-клуб», где дети еще до школы учатся писать, читать и вообще получают всестороннее развитие. Всего в странах СНГ 200 таких «Бэйби-клубов». Три из них уже пять лет работают в Химках. И вот появился четвертый в микрорайоне Левобережный. Центр работает с сентября прошлого года, а его уже посещают 80 детей в планах на 200 воспитанников. Ребенок более стал спокойный, любит заниматься, сам дома сидит, занимается с игрушками. То есть есть время теперь на себя и на домашние дела. Именно востребованность у населения и социальная направленность помогли центру по программе поддержки малого бизнеса получить субсидию в размере 250 тысяч рублей. Ее сотрудники «Бэйби-клуба» потратили на модернизацию помещения. Администрация Химок нам помогла. Мы подавали на социальную поддержку. И спасибо большое администрации Химок. Вы получили? Да, получили мы. Спасибо большое. Построили колясочную, потому что это действительно необходимо было родителям, потому что куда-то надо было весь этот транспорт ставить. Юлия Воронина тоже получила субсидию от МБУ «Малые бизнес-химки». Ее компания, которая находится в Сходне, делает тенты для грузового транспорта, тентовые конструкции, баннеры и растяжки. До кризиса заказов было море. Сейчас небольшое затишье, так что помощь пришла вовремя. Я, конечно, была очень рада, потому что вот так получилось, что мы только купили плод режущий для пленки, и нам необходим был аппарат, и мы как раз думали купить, не купить. Вот как раз были в таком моменте решения. Приобрели его, и помощь нам помогла, потому что нам компенсировали 50%. Один из лучших проектов компании – тент для церемонии открытия Олимпиады в Сочи на стадионе «Фишт». И вообще большинство заказчиков из Москвы, говорит Юлия. А хочется работать для Химок. Как именно это сделать, узнать про аукционы и тендеры, а также получить другую юридическую помощь, предприниматель тоже смогла на Мельникова-12, в МБУ «Малый бизнес Химки» и в Химкинской торгово-промышленной палате. С нами на регулярной основе будут проводиться различные роды семинары. О них мы будем информировать на деловом портале городского округа Химки. Он на сегодняшний момент, информация на нем актуализирована, поэтому обращаясь к предпринимателям, хотелось бы сказать, что всю информацию они могут взять оттуда. В настоящее время на территории городского округа Химки реализуется муниципальная программа поддержки предпринимателей. В рамках данной программы поддержки существует ряд мероприятий, направленных на компенсацию затрат произведенными предпринимателями в текущем году. Всего три направления, по которым можно получить поддержку. Это компенсация затрат по модернизации оборудования, по договорам лизинга и компенсация затрат работающим в социальной сфере. Редактор субтитров А.Семкин нужно будет обратиться в наш единый центр, который расположен у нас на Мельниково, 12. Обратиться к нашим юристам, они подскажут, с чего ему начать, проконсультируют, полную консультацию дадут по регистрации юридического лица, либо индивидуального предпринимателя, в зависимости от формы собственности. И в дальнейшем наши специалисты финансового отдела, они помогут ему либо получить кредит на развитие бизнеса, либо подскажут, как правильно оформить заявку на получение субсидий. И тем самым, получив какие-то финансовые средства, предприниматель сможет частично их компенсировать и частично уже покрыть свои расходы на развитие бизнеса. Дмитрий Сергеевич, коротко что-то. Ну, я думаю, что, наверное, все-таки любое дело начинается с хорошо проработанного бизнес-плана. Поэтому, как бы там ни было, все-таки нужно взять, наверное, ручку, листок бумаги, сначала составить себе некий бизнес-план, а потом уже, как говорится, понять, куда идти и каким способом. Ну, а что касается предпринимателей, которые на сегодняшний момент работают, ну, здесь, конечно же, в сегодняшних условиях необходимо оптимизировать свои расходы. Большое вам спасибо за эту беседу. Напомню нашим зрителям, что в гостях у нас были вице-президент Химкинской торгово-промышленной палаты Дмитрий Левитин и директор МБУ Малой бизнес-Химки Александр Свириченков. Мы говорили с ними о развитии предпринимательства в городском округе Химки. Всего вам доброго. До свидания.